Приветствую вас, друзья, это Рик Реннер. Я читаю для вас письмо с учением за сентябрь 2023. Дорогие друзья, приветствую вас во имя Всемогущего Иисуса. Мне так нравится размышлять о том, какая сила доступна нам в этом имени. Сегодня я продолжу делиться с вами тем, о чем говорил в предыдущем письме. Но сначала хочу выразить свою благодарность Богу за то, что Он привел вас в наше служение. Я так признателен за возможность служить вам и за то, что вы являетесь друзьями и партнерами нашего служения. Я всегда говорю, что мы с Денис, наши сыновья и команда, можем делать свою часть в служении Богу, но полноценная работа служения невозможна без нашей семьи партнеров. И вы являетесь важной частью этой семьи. Хочу, чтобы вы знали, что я благодарен Богу за вас. Сегодня я начну с того, на чем остановился в предыдущем письме. В последних двух ежемесячных письмах я говорил о разнице между депрессией и угнетением. Мы узнали, что депрессия может быть как физической, так и эмоциональной. Она может быть вызвана разочарованием, усталостью, стрессом, неправильным питанием, химическим дисбалансом, и зачастую с депрессией можно справиться с помощью лекарств или перемен в образе жизни. Но угнетение — это нечто иное. Оно отличается от депрессии. Это не физическое, а духовное состояние. Угнетение всегда вызвано внешней духовной силой. Слово «угнетение» означает «давить», «притеснять», «обременять», «отягощать», «подавлять», «одолевать». Также оно значит «обременять жестокими, несправедливыми, необоснованными ограничениями». Жестоко обращаться, причинять страдания, сокрушать, подавлять, душить, подчинять или мучить. Угнетение — это внешняя духовная сила, которая стремится подавлять, душить и контролировать вас. Дьявол пытается овладеть вашей жизнью, чтобы не позволить вам стать тем, кем Бог желает вас видеть. Синонимы слова «угнетение» — это оскорбление, грубость, насилие, принуждение, подчинение, контроль, жестокость, деспотизм, диктаторство, господство, вынуждение, суровость, притеснение, несправедливость, правление железной рукой, жестокое обращение, неспровержение, подавление, страдание, затруднение, порабощение, мучение, тирания. Все эти слова наглядно описывают, как угнетение действует в жизни человека. В последнем письме я рассказывал о семи уровнях угнетения. Мы узнали, что с угнетением можно справиться. Его можно буквально разобрать по кусочкам и таким образом освободиться от него. Сегодня я хочу показать вам, что Божья сила дана нам не только для того, чтобы мы сами освободились от угнетения. Она дана нам также для того, чтобы мы принесли эту свободу другим. Давайте начнем с Евангелия от Луки, 10 глава, 17 стих, где написано о том, как Иисус послал 70 учеников на служение. Данный стих гласит, 70 учеников возвратились с радостью и говорили, «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Иисус послал 70 учеников, дав им власть исцелять болезни и изгонять бесов. Они были так взволнованы, что по возвращении сказали, «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Бесы — это греческое слово «даймония». Оно описывает злых духов, демонов или бесов. В античном мире люди верили, что злые духи населяют нижние слои атмосферы и являются основной причиной всех трагедий и бед на земле. И они были правы. Также в Новом Завете словом «даймония» описывали людей, которые испытывают угнетение, имеют психические расстройства или физические недостатки, виновниками которых являются злые духи. Писание говорит, что, вернувшись, 70 учеников сказали, «Господи, бесы, эти злые духи, которые являются источником трагедий, психических заболеваний и душевных расстройств, повинуются нам о имени Твоем». «Повинуются» — это греческое слово, которое является военным термином. Оно описывает солдата, который выполняет приказ командира. Это тот, кто подчиняется власти. Ученики сказали, «Господи, когда мы приказываем, они воспринимают наши голоса так, словно мы командиры. Они подчиняются нам, когда мы произносим Твое имя. Аминь». Точно так же и у вас есть имя Иисуса и власть, делегированная вам Иисусом. Если вы скажете что-то, используя имя Иисуса, любая нечистая сила, любые злые духи подчинятся вашему голосу, как голосу командира. В Евангелии от Луки 10, 18 Иисус сказал, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Слово «видел» — это греческое слово, от которого образовано слово «театр». Поэтому, когда Иисус говорил, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию», Он буквально сказал, «Друзья, я понимаю, что вас переполняют эмоции от того, что бесы повинуются вам, когда вы им приказываете, но позвольте мне рассказать, что видел я. Я помню, как сатана спал с неба, подобно молнии. Я наблюдал за этим, словно находился в театре. Я видел первый акт, второй акт, третий акт. Я видел весь спектакль, все представление целиком, когда он упал с небес, подобно молнии». Некоторые отрывки этого представления описаны в книге пророка Иезекииля, 28, 16. В книге пророка Исаии, 14, 12 говорится, «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю попиравшей народы». В Иезекииля, 28, 16 написано, что Бог сказал Люциферу, «Я низвергну тебя, как нечистого, с горы Божьей». Люцифер был низвергнут на землю, сброшен с небес, как нечистый. Он упал так быстро, что, по словам Иисуса, это было похоже на молнию. Это значит, что он исчез в одно мгновение. Завершив свой рассказ о падении Люцифера, Иисус сказал в Евангелии от Луки, 10, 19, «Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью». «Се» — это греческое слово, которое описывает удивление, шок, изумление или трепет. Иными словами, Иисус сказал, «Друзья, это просто изумительно. Я скажу вам феноменальную вещь. «Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью». Слово «власть» образовано от греческого слова, которое описывает того, кому делегировали власть. Таким образом, Иисус говорил, «Я даю вам власть, я делегирую вам власть наступать». Слово «наступать» — это греческое слово, которое означает «пройти почему-то, растоптать, раздавить, подвинуться вперед, наступив на что-то». Слово «змеи» — это греческое слово, которое описывает змею. Это слово используется в Библии для описания сатаны, когда он пытается нанести смертельный удар. Иисус сказал, «Вам не нужно бояться дьявола и его атак, потому что Я дал вам власть идти. Если дьявол встанет на вашем пути, наступите на него, не беспокойся о том, что он может напасть на вас». Слово «скорпион» — оно описывает скорпиона или живое существо с ядовитым жалом. Иисус говорил, «Вам не нужно беспокоиться о том, что кто-то навредит вам или ужалит вас, потому что Я дал вам власть идти вперед. Если на вашем пути возникнет дьявол или какая-то опасная ситуация, если кто-то попытается атаковать или ужалить вас, не беспокойтесь об этом. Просто продолжайте идти, потому что Я дал вам власть идти и наступать на змей и скорпионов на вашем пути». И затем Иисус говорит, «Даю вам власть наступать на всю силу вражью». Предлог «на» — греческое слово, которое описывает главенствующую или выгодную позицию. Иисус дал нам власть, благодаря которой мы находимся в выгодном положении по отношению ко всем силам врага. В данном контексте слово «сила» обозначает наступающую армию. Враг пытается настигнуть нас. Нам может казаться, что вся армия дьявола выступает против нас. Но не позвольте беспокойству овладеть вами, потому что у вас есть власть, у вас есть преимущество над силами врага. «И это значит, что вам дана власть над всеми делами врага». Также в Деяниях 10.38 написано, «Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета». Слово «сила» описывает взрывную, сверхчеловеческую силу, которая производит феноменальные, непревзойденные результаты. Когда Иисус был помазан, Он получил удивительную, сверхъестественную силу, которая производила феноменальные результаты. Когда эта сила действовала в Нем, это было подобно наступлению небесной армии. Божья сила вырывалась вперед, оттесняя силы зла, и поэтому Он мог ходить, благотворя и исцеляя всех угнетаемых дьяволом. В предыдущем письме мы узнали, что слово «угнетаемый» состоит из двух греческих слов — «ката» и «дунамис». В данном случае слово «ката» несет в себе идею доминирования. Слово «дунамис» описывает властного тирана. Это образ деспотичной власти злого тирана. Это тот, кто господствует над своими жертвами и жестоко мучает их. Это бездушный агрессор, диктатор или деспотичный тиран. Слово «дьявол» — это слово «диаболос», которое описывает того, кто наносит повторяющиеся удары до тех пор, пока не проникнет внутрь объекта, чтобы оказать на него какое-либо влияние, взять в плен или уничтожить его. Это слово также значит злословить, порицать, бесчестить, проникнуть внутрь в результате продолжительной атаки, заманить в сети. Мы можем видеть, как дьявол хочет доминировать в нашей жизни, как он стремится контролировать наш разум и эмоции. Он наносит повторяющиеся удары, воздействуя на наш разум и эмоции до тех пор, пока, наконец, не найдет лазейку, чтобы жестоко мучить нас и властвовать над нами, как злобный царь. Но Иисус пришел в силе и помазании, чтобы освободить всех, кто мучен дьяволом. Если вы знаете тех, кто в своем разуме и эмоциях стал жертвой жестоких, угнетающих действий дьявола, молитесь за них, возлагайте на них руки, и высвобождайте Божью силу, потому что, согласно записанному в 10 главе Евангелия от Луки, Он дал нам власть над всеми делами врага. Вы занимаете главенствующую выгодную позицию. Если вы воспользуетесь голосом власти и своими руками, высвободите Божью силу. Через вас Бог принесет свободу тем, кто связан и угнетен дьяволом. А верующих же, а это мы с вами, в 1-м послании Иоанна 2,20 написано, «Впрочем, вы имеете помазание от святого». Слово, переведенное в этом стихе как «помазание», значит «помазание». Это значит, что во Христе вы имеете такое же помазание. То же самое помазание, что было на Иисусе, покрывает вас с головы до ног. И это значит, что у вас есть та же взрывная сила, и вы тоже можете отпускать измученных на свободу и освобождать угнетаемых дьяволом. Это значит, что Бог может использовать вас, чтобы вы провозглашали слова освобождения в жизнь тех, кто связан. Друзья, Бог хочет использовать вас, чтобы разрушать твердыни и не спривергать замыслы как в вашем разуме, так и в разуме других людей. В 1-м послании Иоанна 2,20 написано, что мы имеем помазание. Вы помазаны сверху донизу, с головы до ног, тем помазанием, которое принесет свободу всем, кто угнетаем дьяволом. Если вы угнетены, вы можете обрести свободу. Если вы знаете тех, кто стал жертвой угнетающего голоса врага, пришло время освободить их. Вероятно, Иисус захочет использовать вас, чтобы подарить свободу этим людям. И это возможно, потому что вы имеете помазание святого. Друзья, вы способны это сделать. В завершении хочу напомнить, что мы готовы молиться за вас. Мы будем рады возможности помолиться вместе с вами о том, что есть в вашем сердце и о том, через что вы проходите сегодня. Если это письмо особенным образом коснулось вас, мы также хотели бы помолиться с вами об этом. Мы хотим соединить нашу веру с вашей, чтобы Иисус совершил нечто невероятное. Он пообещал, что услышит нас и сделает это. Благодарим вас за то, что вы самые лучшие партнеры на планете. Мы любим вас и благодарим Бога за вас. Ваши брат и сестра во Христе Иисусе, Рик и Денис Реннер, а также Павел, Филипп, Джоэл и их семьи, и вся команда служения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова